Всем привет, дорогие друзья! Всем привет, дорогие подписчики! Кто со мной еще не знаком, меня зовут Анна, живу я в Измирину, а вы смотрите канал Turkey in Life. И сегодня у нас разговорное видео, я решила вернуться к этому формату, очень давно у меня не было подобных видео. Я думаю, что вы уже даже, возможно, заскучали от путешествий по развалию, поэтому я решила вновь снимать видео подобного плана на всякие разные интересные темы. И сегодня у меня тема о том, как меня изменила Турция. Я здесь живу уже практически 6 лет на постоянной основе, так скажем так, на ПМЖ. Я переехала сюда в марте 2015 года, и вот уже февраль практически 2021, то есть почти 6 лет я живу в Турции. И до этого 4 года я еще работала здесь сопровождающим гидом и отельным гидом, если кто-то не знал. Вот так что, ну, можно смело говорить о десятилетии практически. И, конечно же, да, Турция меня изменила все-таки. И, наверное, самое главное изменение, которое произошло в моем характере, я стала более общительной и открытой. То есть про нас, про русских, вообще турки, например, те же самые говорят, что мы очень холодные люди. То есть мы более закрытые, что ли, а турки, они более открытые. То есть здесь для турок нормально с незнакомым человеком поговорить спокойно на улице, там с каким-нибудь продавцом в магазине или с мастером каким-нибудь где-то. В общем, с абсолютно незнакомым человеком в порядке вещей поговорить, спросить, откуда ты родом и так далее. У нас, конечно же, это не принято. И мой характер поменялся в ту сторону, то что я стала более общительна с окружающими меня людьми. Я стала более открыта для людей. Я могу спокойно также поговорить с кассиршей в супермаркете, либо в магазине, либо где-то еще. То есть если раньше я придерживалась такого образа жизни, не разговаривая с незнакомцами, то теперь я стала больше общаться с людьми. Ну, конечно же, в мерах разумного. То есть я не подхожу ко всяким людям на улице, к прохожим, не разговариваю с ними обо всем подряд. Все, естественно, в рамках разумного. Просто я сейчас, конечно, как уже ситуация обстоит у меня на родине, мне сказать сложно, потому что я давно там не живу. Но когда я оттуда уезжала, я помню, что пожелать кассиру в супермаркете хорошего дня, это было что-то вроде, вот такую реакцию это вызывало. Я помню, как после нескольких лет жизни в Турции я приехала к маме, и я совершила покупки в супермаркете, сказала спасибо, пожелала кассиру хорошего дня, всего доброго. И она посмотрела на меня, как будто я ее прокляла вообще. То есть это было не принято просто незнакомому человеку вот так вот, с незнакомым человеком вот так вот общаться. Я стала более, так скажем, что ли спокойнее и медлительнее. Туркам присущая эта черта характера, они вообще страшные опоздуны, они всегда и везде опаздывают и делают все достаточно неспешно. Ну и во многом я тоже стала делать все неспешно. Если раньше даже шаг у меня был очень быстрый, я практически всегда куда-то неслась, то теперь все наоборот. Я стараюсь делать все как можно более медленно, спокойно и размеренно. И я считаю, что это огромный плюс, потому что в спешке мы пропускаем в жизни очень много всего интересного. Мы пропускаем красоту вокруг нас, мы спеша куда-то мы можем попадать в какие-то неловкие ситуации. Поэтому я стала делать все более спокойно и размеренно, как и сами турки. И я почувствовала в этом огромный плюс. То есть я стала видеть вокруг себя столько всего, чего я не замечала раньше. И это касается не только Турции. Вот может быть кто-то сейчас скажет, да, конечно, в Турции же красиво вокруг, не то что у нас. Да нет, ничего подобного, у нас тоже красиво. И когда я приезжаю на родину, я тоже наслаждаюсь красотой вокруг, красотой окружающего мира. Возможно, даже я стала более позитивно смотреть на жизнь, я стала более открытой, доброй. Это вот как я сама могу оценить себя по сравнению с предыдущей своей, так скажем, жизнью в России. И я стала более терпеливой. Приходится, потому что все-таки иногда здесь приходится, так скажем, сжать зубы, стиснуть зубы на какие-то поступки местных людей и относиться к ним с терпением. Потому что это их страна, они здесь живут и нам нужно принимать в большей мере, конечно же, их порядки. Поэтому я более терпимо стала относиться к окружающим меня людям, к знакомым, близким, друзьям и так далее. Я тоже считаю, что это огромнейший-огромнейший плюс. Я могу сказать, что в Турции изменился мой стиль одежды, причем дважды. Первый раз он изменился в Алании, то есть я стала носить больше платьев, потому что там постоянно было жарко и летом это самая классная одежда. И причем я даже зимой стала носить платьев всегда и везде. В России я как-то их очень мало носила, то есть у меня в гардеробе, у меня их не было практически, но у меня всегда в гардеробе были каблуки. Я очень любила каблуки, сейчас в Алании я еще их носила, а сейчас я их вообще перестала носить, то есть у меня лежат под кроватью в коробках. У меня стало больше спортивной обуви, у меня появилось очень много кроссовок. Я раньше считала, что ходить в спортивной одежде, в спортивной обуви по городу, ну это как бы не камильфо. Но здесь, здесь так ходят все турчанки, очень любят ходить в кроссовках, очень любят ходить в удобной обуви. Это еще и обусловлено тем, конечно же, что ходить на каблуках здесь достаточно сложно, потому что здесь во многих местах брусчатка, камни и так далее. Ну и в жару, в 40-50 градусов ходить на каблуках это самоубийство. Ну и плюс ко всему мы стали очень-очень много путешествовать, ездить по всяким античным городам. И когда мы выходим порой утром из дома, мы не знаем, где мы окажемся вечером, куда мы уедем, что поедем смотреть. Поэтому комфортная одежда и комфортная обувь мне просто необходима. Летом я также продолжаю носить платья, у меня летние одежды это платье, 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 иногда шорты. А зимой все-таки стараюсь больше ходить в джинсах, потому что не очень удобно. Вот, что касается, я перестала, конечно, носить слишком открытую одежду, потому что живем мы все-таки в мусульманской стране и как бы чувствуешь себя некомфортно в каких-то, допустим, вещах, которые можно спокойно надеть в России и не ощущать на себе каких-то пристальных взглядов, то здесь нет. Изменились мои вкусовые пристрастия. Я мясоед вообще страшный и овощи я раньше терпеть не могла и не ела их вообще. Вот для меня овощные блюда, это было прям фу-фу-фу-фу-фу. Я полюбила овощные блюда. И я сейчас стала готовить очень много блюд из овощей, из местных овощей, я полюбила местные травы. Я поняла, что это классно, вот так питаться, так классно питаться здоровыми продуктами, выращенными здесь, кушать фрукты, овощи, готовить из них кучу блюд. Это на самом деле очень здорово и это мой рад. Немножко перескочила и забыла, о чем хотела сказать, это в тему к медлительности. Турки же постоянно опаздывают, они могут опоздать даже на час и на два, представляете себе? Меня, я раньше тоже опаздывала, то есть я могла опоздать, ну конечно не на час, минут на 15, на 20, вот иногда на 30. И глядя на турок, как они опаздывают и когда меня неоднократно заставляли ждать, я изменила в себе эту привычку, изменила в себе эту черту, я перестала опаздывать. Ну практически вообще, да, конечно иногда по независимым от нас обстоятельствам, бывает такое, что мы опаздываем там минут на 5, минут на 10, порой на 15. Но я всегда стараюсь приходить вовремя и я ненавижу ждать и стала ненавидеть ждать составлять людей. Потому что я считаю, что это некрасиво и это воровство чужого времени. Что мне не очень нравится в изменениях моего характера, но без этого, к сожалению, никак. Многие называют это двуличностью, а турки это называют, ну можно сказать, что ли вежливостью. То есть здесь не принято в глаза показывать, говорить человеку правду, какую-то неприятную правду. Здесь не действует поговорка лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Здесь лучше сладкая ложь, нежели чем горькая правда. Если вы будете говорить вот эту самую горькую правду, вы прославете невежливым человеком, с вами не захотят общаться. Многие называют это двуличностью, что так нельзя, мы к этому не привыкли. На самом деле я, конечно, тоже считаю, что так нельзя, потому что я считаю, что нужно правду говорить людям и не нужно насиловать себя и общаться с тем, с кем тебе не хочется общаться. Но у турок это не принято. То есть даже улыбаются в глаза тем людям, которые им не нравятся. И мне пришлось тоже, к сожалению или к счастью, я не знаю, мне пришлось тоже этому научиться. Мне пришлось научиться улыбаться в глаза, делать хорошую мину при плохой игре. Ну потому что это просто нужно, особенно, например, где-то в отношениях с семьей, со знакомыми и так далее. Хотя, несмотря на это, я все равно, я не буду общаться с теми людьми, искать встреч с теми людьми, которые мне не нравятся. Если, допустим, так скажем, придется оказаться с ними в одном помещении, либо в одной ситуации, я не буду показывать свою неприязнь, не буду с ними мило беседовать, мило общаться, но искать с ними встреч я не буду никогда сама. То есть, как бы, если человек мне не нравится, он мне не нравится. Но вот в этом плане все равно мне мой характер немножко пришлось изменить. Вот такое получилось видео. Может быть, я каких-то изменений в себе не замечаю. Может быть, это вполне нормально, потому что прошло уже очень много времени. Ну и может быть, кому-то интересно, многим интересно, кстати. Мою религию Турция не поменяла, я не стала мусульманкой. Этого не произошло и не произойдет. Вот, поэтому, если кому-то интересен этот вопрос, вот вам, так скажем, ответ на этот вопрос. Надеюсь, что видео было вам интересным. И, дорогие подписчики, если у меня кто-то есть, кто переехал уже в Турцию давно, пишите, как вас Турция изменила. И, может быть, кто-то хочет переехать в Турцию. Только и кому-то это будет очень полезно. Ну, а я на этом буду с вами прощаться. Буду рада вашим лайкам, комментариям. Если еще не подписаны, подписывайтесь на канал. Ну и до новой встречи. Пока-пока.